Зайти на рынок у нас здесь в России, поставки для пищевых производств, компонентов для пищевых производств. И там, например, такие моменты, как, что такое сахар, когда пытается кондитерское производство согласовать с поставщиком. Там 26 параметров сахара, которых вы никогда не слышали. Дымкость, плавкость и так далее. Несколько независимых систем анализа поставляемой продукции, поставленной и все прочее. То есть чем сложнее, чем профессиональнее участники, тем больше они предъявляют требований на самом деле к такому простому товару, который мы никогда, в принципе, в торговой сети так не инфицируем. Но когда он проходит по этой цепочке, важно, чтобы платформа могла понимать, о чем говорит эта сторона и что имеет в виду тасково. Это можно, если я продаю сахар, и я знаю только о том, что он сахар, то я и могу выставить его на продажу как просто сахар. Но это значит, что никто, кроме пятерочки или кого-то еще, меня ему не купит, потому что вы интересует просто сахар. Или фасовщиков каких-нибудь, которые фасуют или пятерочки. А если я знаю все его параметры, выставляю с параметром, то у меня, может быть, цена будет немного другая. То есть просто сахар будет 15 рублей за килограмм, а не просто сахар, 16. И вот эта рубля за килограмм на 30 тысяч тонн мне хватит прекрасно. Хорошо. И еще один, вторую сторону всей этой истории. Ее очень хорошо видно на платформах, которые закрывают логистические операции. То же самое, CineAo, китайский и так далее. Умея работать с разными сторонами, имеется в виду с разным уровнем их компетенции, платформа в автоматическом режиме сводит и дает возможность человеку, не разбирающемуся в логистике, не погружаться глубоко во всю эту историю, а выдать стандартные параметры по своему товару, и система алгоритмически подберет неправильный маршрут и оптимальную цену и сроки. И в этом смысле это одно из тех свойств, которое позволяет большому количеству людей торговать через маркетплейсы Alibaba Group с сотнями миллионов в мире. А у нас, например, в Рунете, при их отсутствии, кто открывал интернет-магазин? Не может быть нормальным интернет-магазином в Рунете, если его основатель и половина штата не знают логистику как свои предприятия. Можно попробовать здесь? Небольшое дополнение. У меня идейный спорт с людьми, которые занимаются логистикой долгие годы. Я пытаюсь нести мысль недолбоко о том, что раз за разом у нас стартует проекты типа Uber очередной стартует в автоперевозках. Все они торговцы машинами. Если бы Uber торговал машинами, он бы составил вас перед заказом, выбрать из списка, какие модели для вас приедут и какие нет, по дороге еще разобраться, чем Toyota Camry отличается от Toyota Corolla. Они не торгуют перевозками, они торгуют машинами. Они говорят, мы вам подходим машину по оптимальной цене, но вы сперва сами разберитесь, какая машина вам годится, какой нет. А я туда захожу, и у меня волосы дымом. Я не знаю, чем отличается еврофура от евротента. Ну не знаю, чем мебельный фугон отличается от ад, понимаете. И подразумевается. А мне говорят, вы не должны перевозить свои товары, мы должны заниматься этим. Если вы не разбираетесь достаточно, наймите сервейера, экспедитора, который осмотрит ваш товар за отдельные деньги, сертифицированным образом его упакует и так далее, подберет вам правильную машину и так далее. Увеличьте стоимость вашей перевозки еще на 30%. Я не понимаю, да? Тот, что профиль перевозки для овощей построить сложно, что там. Так как бедон бетона? Нет. Вот это вот вопрос. Там еще вопросы будут. Про картошку у меня был лишний такой пейс. Есть ли вопрос? Я чувствую, что не то, что все понятно. Производитель заявил, знаете, скажите, что вам нужно по жаркости, по ее сорту. Я не знал, что ты сорта картошку массовому. Не скажи, что нужно поставлять. Я говорю, у вас что такое? Миллион сортов? Субмаркет? Что это такое? Нет. Вопрос главный, может быть, довольно странный. По сути, это система, которая по разным выборкам дает нужный ответ. Разные трудности информации. По сути, своей. Это не совсем так. Давайте закончим вопросом. На самом деле, это принцип сквозного перепрошитель сквозных данных, чтобы можно получить нужную информацию, в нужном разрезе. По сути, своей. Ну, примерно так. Если, по сути, это база знаний. Есть, например, пользовательской базы знаний, персональной базы знаний, ну, которая предложена мне на своем комментарии, например, чтобы я смог сделать свою базу знаний уникальную, которая под мою семантику кладется и, так сказать, универсум охватывает. Я бы допустил юг, честно говоря. Смотрите, во-первых, здесь речь идет не про базы знаний. То есть, то, что связано со знанием, металлогизацией, вот этим все, это здесь не является самоцелью. То есть, это является... Может быть, хотелось бы даже это, наверное, избежать. Но это просто необходимое средство, без которого не обойтись. И только поэтому этим приходится заниматься. Раз. Второе. Речь не идет про базы данных, где ты можешь что-то найти. Речь идет о системе, которая в максимально автоматизированном режиме формирует транзакции между субъектами, оптимизируя их на каждом шаге. То есть, чтобы было окончательно понятно, давайте себе на картошку поясним. Давайте представим, что у меня пищевое производство. Пищевое производство, то есть производственный план. По плану я потребляю 55 тонн картофеля в смену. И мне надо мою линию поставок забить, чтобы у меня картофель был всегда. Так вот сейчас сидят закупщики, которые шарятся по этой картошке и покупают. И там 100 тонн купили, тут 50, здесь это, здесь фура не приехала и все так далее. Нету вообще закупщиков. У меня есть производственный план, который фактически прямо ставится в платформу. Технологические параметры картошки так же там и длины. И у меня платформа автоматом набивает мою производственную, мою вот эту программу поставок на основании задных новых правил. каждую из этих поставок оптимизируя по цене, с учетом логистики транзакционных и прочих издержек, с учетом накопленной репутации других участников и так далее. Это смотрится очень странно, когда вы смотрите образно на трех участников. Ну там на четырех участников. Тогда это кажется странным, что тут звонит и так далее. Представьте себе, что в современном мире за счет удешевления логистики и прочее объем оптимизации очень растет, число участников растет. Представьте себе, что у вас тысячи от поставщиков картошки. Ну на самом деле в России реально много больше тысячи. Только вокруг Москвы, наверное, несколько тысяч людей, которые могут поставить вам картошку. И в этом смысле эта традиционная машина работает фактически по принципу от лучшего к худшему. То есть те люди, у которых максимальная репутация, которые готовы наиболее дешево отдать, которые наиболее удачно расположены и так далее. Их продукция просто вымоется, продастся все. И после этого за ними будут подбирать люди с более худшими условиями и так далее. То есть когда нет доминирующего на рынке доминирующей компании, которая те же принят целиком, а действует большое количество участников. Вот пример хороший. Заканчиваем сейчас. Пример очень хороший приводил Владимир свои лекции. Китайский завод, который шьет. Китайский завод шьет, у него через Али все продается. Он, грубо говоря, открыл кран на аллее в ротации. Он очень хорошо, за хороший день еще. Открыл кран на аллее. Опаньки, у него там производственная программа где-то забилась. Он закрыл кран, налил и снялся с ротации. Просто его нет. Если по прямой ссылке клиент зайдет, он конечно найдет, но он больше не показывается, ни поиск не видит. Он отшил, что-то у него производственная программа до двух дней закротилась, он снова этот кран открыл. Он эффективнее очень. У него загрузка производства 100% постоянно. И он думает, расширяться или нет. А рядом с ним люди, у которых не так эффективны, они не могут, они сидят в 30% загрузке, потому что все-таки в ротации как-то их показывают, кому-то это все-таки нравится. Но у них надо что-то делать в первую очередь для воздействия бизнеса. И поэтому это система, которая работает на больших досташе чистых. Я надеюсь, что я ответил. Коллеги, огромное спасибо. Есть какие-то вопросы, персонально готовы ответить, чтобы можно было отпустить. Следующий такт предварительно второго. Сейчас идет процесс согласования с администрацией. Спасибо. Продолжение следует...